Ну парадокс, чем больше аптеки, церквей, монастырей, тем больше похоронных бюро, как грибов, и больше кладбищ разных, когда они уже перенаселенные. Вот у нас кладбище открыли новое, буквально какие-то считанные годы, я хоронил моего друга, маму мы хоронили, она рука гроба тоже выносила. Там было несколько могил, сейчас город целый, город, и брата похоронил, и невестку, и сколько друзей перехоронил там все, и побратимов, сколько. Но даже человек устанет идти даже, бывает, особенно старый или больной человек. Только смотришь, убирает там деревья, разравнивает лес, и только успевает под эти самые сектора разравнивать бульдозер для похорон почвы, землю. Как-то парадокс получается, понимаете? Или вот дальше, допустим, по поводу языка, вот говорят, кто как говорит. Сейчас вот в окопах люди и в блиндажах под обстрелами, снарядов, там, пули, все, бомбежки. Но дело в том, что они же говорят и на русском, и на украинском, там минимум 50% говорят на русском языке. Ну, какая разница, кто как говорит? Ну, они же побратимы. Хоть и говорят на разных языках. Причем здесь кто как говорит? К чему эти распри на почве языковой? Это все нормально, люди относятся. Я общаюсь, ради бога, объездил всю западную Украину, и ЧОП там, ну, везде там. Жил и в гостиницах, жил и на частных секторах. Вот в Ярымче, допустим, смотрю, там хозяин день и ночь там работает, переворачивает, там дождь прошел, там такая стрякотная погода. Вешает там на деревья, у них наматывает, сушит эти самые сено и так далее. Никто мне слова там плохого не сказал. Так же объездил Россию всю. Я мало разница, кто как на каком языке говорит. Я говорю, объездил и Россию всю. Я мало ненецкого автономного оборудования, ради бога, со всеми национальностями общался, там, ну, как орань. Мне никто слова ни там, ни там не сказал. Ну, будь ты сам человеком, относись к человеку. Ты в гостях, ты веди себя так, как там должно быть. Они тебя уважают, ты их уважаешь. Уважай людей, тебя будут люди уважать. Умные люди, так всегда. Вот по поводу, допустим, Германия была. Германия была. Опять же, мое мнение. Согласно статье 34-й, позволяется выражать свое мнение гражданиного Украина. Германия была, значит, агрессором. 30-е годы, 40-е годы война, после войны 45-й. Училишь немецкий язык у нас. Для чего? Учат. Чтобы лучше знать врага. Ну, если Россия объявлена агрессором, так значит же надо учить русский язык. Я так считаю. Мое мнение такое. Или вот, допустим, наблюдаю. Говорят, говорят по-украински. Том же, допустим, передачу кто-то ведет в телевидении. А потом, говорит, о, ес, там, супер, окей. Даже поплавский. Говорит, я в Украине, все украинское оно слышу, говорит, супер. Не, я к нему с уважением, при встрече он подаст мне руку, ему отвечу руку обожатием, с глубоким уважением. Ради бога. Ну, просто я был удивлен, что он так сказал. Или, допустим, это самое, к примеру, англичане. Себе общаются, в дом говорят, гарно, дуже добре, допустим, безмежно добре, гараст. Я этого не представляю. Наблюдаю такое. Стоит бабушка, ей там 9-й 10-й. Смотрит, что-то там написано, смс-ка на английскими буквами. А в конце, как издевается, там написано, что повторить, или продолжить, или перевирить. Я ей набираю там, ну, 101-й, ну, проверку. А там опять английскими буквами. Она опять смотрит, получается, морды об забор. Человек говорит, здравствуй, тебе берут, морды об забор бьют. Ну, это то же самое. К примеру, такая вот канитель, кутерьма, да, смотришь, будочка, пирожки продают. И написано каракулями, это английские буквы, Голливуд. Причем тут пирожки Голливуд, люди? Это ж под такое понятие у людей. Вот, шелкать. Или, допустим, я, к примеру, так. Я не говорю, что так, но давайте визуализируем. В Англии публичный дом. И украинскими буквами написано там название публичного дома. Допустим, кающаяся Магдалина. Ну, при чем здесь это? Надо же все свое славить, прославлять, люди. Это чем же хуже украинский язык. У нас он мелодичный, звучит. И можно ж, допустим, у нас девчинка, девчиночка, девчинонечка и так далее. Разные склонения. В английском языке этого нет. Там одно слово, глюру. Разнообразие певучие. Допустим, и вот заходишь в магазин славяночка. Ну, красота. Или пельменная там написано, чайная. Заходишь, нормально. По-нашему там украинский или русский язык. Ну, по-славянски. Какая разница. Зашел там пельмени там и что-то там. 100 грамм там кто заказал. Там, поизапил тяньком. Нормально. А человек не может прочитать, что там написано. Может, он не зашел в магазин, но он не поймет, что там написано. И вот, если по аналитике, с этих людей, которые живут здесь, но считают, что это английское, что это иностранное лучшее, определенный процент, от них их можно завербовать. Отдаются верболке. Это по аналитике. Понимаете? Вот. Значит, к примеру так. Дальше тут. В общем, благополучие в стране, когда на руководящих должностях всех уровней только граждане Украины, родившихся и живущих в Украине, не имеющих даже вида на жительство в других странах. Истинный руководитель должен забыть о жалости, но никогда не забывать о совести. Значит, он должен быть воином, бойцом. Он должен всегда, вовремя, максимально быть информирован во всем. И поэтому он обязан быть окружен единомышленными спецами высшего класса. Вместе с ним обожающих народ Украины, а значит, Украину держаку. Моё мнение такое. В финале наше общение всем желаю идти с доблестью по жизни. Всем по жизни. Пусть вас почитают за ваши благородные поступки. Всем достойным и порядочным. Уважительно. По-славянски. Как положено. Подай руку. Независимо от национальности. Честь имели. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok